Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 535, тема взаимоотношения. Знаю человека, который обещал в молитве Богу не жениться, но он встретил девушку, полюбил её. И что теперь посоветуете ему делать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Притча 20-25. Сеть для человека – поспешно давать обед, и после обета обдумывать. Сераха 18-22. Ничто да не препятствует тебе исполнить обед благовременно, и не откладывай оправдание до смерти. Экклесиаст 5-3-5. Когда даёшь обед Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал – исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. И не говори пред ангелам Божиим. Это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Числа 30, с 3 по 16 стих. Если кто даст обед Господу или поклянётся клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего. Он должен исполнить всё, что вышло из уст его. Если женщина даст обед Господу и положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, и услышит отец обед её и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец её, то все обеды её состоятся, и всякий зарок её, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец её, услышав, запретит ей, то все обеды её и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся. И Господь простит ей, потому что запретил ей отец её. Если она выйдет в замужество, а на ней обед её или слово уст её, которым она связала себя, и услышит муж её, и, услышав, промолчит, то обеты её состоятся, и зароки её, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж её, услышав, запретит ей и отвергнет обед её, который на ней, и слово уст её, которым она связала себя, то о ней не состоятся, потому что запретил ей муж её. И Господь простит ей. Обед же вдовы и разведённой, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обед, или возложила зарок на душу свою, склятвою, и муж её слышал, и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты её состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж её, услышав, отвергнул их, то все вышедшие из уст её обеты её и зароки души её не состоятся. Муж её уничтожил их, и Господь простит ей. Всякий обед и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж её может утвердить, и муж её может отвергнуть. Если же муж её молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты её и все зароки её, которые на ней утвердил, потому что он, услышав, молчал о том. А если муж отвергнул их, после того, как услышал, то он взял на себя грех её. В истории израильского народа случалось, что царь Саул дал совершенно неразумную клятву обет во время сражения с филистимлянами не вкушать в этот день, дабы одержать победу под страхом смерти. Но об этом не знал его сын Ионафан и вкусил, а через Ионафана как раз и была и добыта победа. После окончания сражения вопросили Бога, но Бог не отвечал, и была найдена тому причина – нарушение обета. 1 Царств 14, 43-44 И сказал Саул Ионафану, «Расскажи мне, что сделал ты?» И рассказал ему Ионафан и сказал, «Я отведал концом палки, которая в руке моей немного мёду, и вот я должен умереть». И сказал Саул, «Пусть то и то сделает мне Бог, и ещё больше сделает. Ты, Ионафан, должен сегодня умереть». В скобочках. «Я отведал немного мёду, и вот я должен умереть». Михаил Юрьевич Лермонтов взял эти слова эпиграфом к стихотворению Мцири. Послушник по-грузински, который сбежал из монастыря, немного вкусил свободы и теперь умирает. «Я спрашивал о значении этого эпиграфа сотни учителей, завучей и директоров школ, и ни один из них не мог не только перевести, но и дать смысл этого эпиграфа. «Вкуша я, вкусих мало мёда, и се ас умираю». Скобка закрыта. Святой Иоанн Златоуст, разъясняя это событие с Саулом, рассуждает так, что дьявол через клятву Саула бросает на него удавку, петлю, и захлестнул его мёртвой хваткой. Первое царство, 14, 45. «Но народ сказал Саулу, Ионафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого! Жив Господь! И волос не упадёт с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне. И освободил народ Ионафана, и не умер он». Народ изрекает своё слово, это тоже клятва. «Жив Господь!» И через эту клятву дьявол бросает вторую удавку, уже на народ. Теперь в любом случае одна из клятв должна быть нарушена. Святые отцы абсолютно безоговорочно и однозначно против клятвы. Сегодняшний обет должен быть в присутствии священника, как обет монашества. Но если обет дан и в менее торжественной обстановке, то и тогда нужно его исполнять. Нужно побыть у епископа, и он пусть решит, можно ли считать бывшее обетом. Царь Ирод с клятвой обещал даже до половины царства. Иоанн златоустно смехается над безумием пьяного тирана. «Молись, чтобы она не стала плясать ещё раз, и ты не бросил бы вторую половину царства, и пойдёшь нищим. А если бы она попросила твою голову, Ирод, выполнил бы ты клятву». Итак, Ироду следовало нарушить свою клятву и претерпеть за это, нежели умершвлять пророка. Обещавшийся не жениться, должен пойти на исповедь и рассказать священнику, чтобы он разрешил его от обещания. Но лучше, если он останется, по слову апостола Павла, один. 1 Коринфянам 7, 27-29 «Соединён ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. А вам сказываю, братья». Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие.